Валар Маргулис, друзья! Дайнарис Таргариен является представителем древнего и необычного народа, валерийцев, которые появились много тысяч лет назад и сумели подчинить себе драконов. В этом ролике я поделюсь с вами интересными мыслями о происхождении этой выдающейся расы людей. Автором теории является один из подписчиков Черно-Белого дома, Андрей Несмеянов. Суть теории заключается в том, что драконы, как и сами валерийцы, являются созданными искусственно неким народом, назовём их древними. Начнём с пяти древних крепостей на границе Империи Ити. Пять крепостей – линия громадных сооружений из массивных чёрных плит, выстроенной между Кровоточащим морем и Рассветными горами. Не исключено, что при строительстве использовали драконье пламя. Пять крепостей старее, чем сама Золотая Империя Ити. Некоторые говорят, что их воздвиг сам Жемчужный Император на заре Великой Империи, чтобы не пускать Льва Ночи и его демонов в земли людей. Каждая из крепостей настолько велика, что способна вместить в себя до 10 тысяч воинов. А стены каждой в высоту достигают тысячи футов. Архитектура этих крепостей и способ их строительства соответствует Валерийской. Однако крепости старше как Валерийцев, так и Золотой Империи Ити. Валерийцы их не могли построить. И сомнительно, что это были Итийцы, так как в Империи больше нет таких построек со схожей архитектурой. По крайней мере, нам об этом ничего не известно. Зато они есть в крае теней. И это Асшай. Весь город целиком выстроен из черного камня. Особняки и трущобы, дворцы и храмы, улицы и стены, рынки. Все. Это большой, нет, это громадный город по меркам песни Льда и Пламени. И это дополнительно сближает его с пятью крепостями. В мире Льда и Пламени говорится, что в Асшай поместятся разом такие города, как Валантий, Сквард, Королевская Гавань и Старомест. Неплохие масштабы, не правда ли? Происхождение горда теряется во мгле веков. И даже сами Асшайцы не способны назвать его основателей. Они лишь утверждают, что Асшай стоял на этом месте с самого начала времен. И будет стоять здесь до тех пор, пока миру не придет конец. Кто бы его ни строил, но это точно не предки тех людей, что сейчас занимают Асшай. Скорее всего, они облюбовали уже пустующий город. Выше по течению реки есть еще один город – Стигай. Об этом городе известно мало, как и о его архитектуре. Известно лишь, что к нему не приближался даже заклинатель теней. Чего они боятся? Какой рок навис над этим городом и что он скрывает, нам неведомо. Но само название города лингвистически схоже с Асшаем. Это и его относительно близкое расположение к Асшаю позволяет думать, что города населял один народ. Уже по одному Асшаю можно понять, насколько развиты они были. Также есть остров Улос, расположенный между краем теней и Ультасом. Об острове ничего не известно, кроме того, что на нем тоже есть некие руины. Итак, древние занимали территорию края теней и, возможно, часть территории Ити. Они построили Асшай, Стигай, пять крепостей. От чего они защищались – неясно. От шрайков? Вряд ли. Правда, за пятью крепостями стоит зловещий город Гдад. Возможно, именно он был угрозой в прежние времена. По слухам, в крае теней еще сохранились живые драконы. Также мы знаем, что три драконья яйца, подаренные Дайнерис, прибыли именно оттуда. Конечно, это могут быть и яйца, украденные у Таргарина во времена правления Джахейриса. Но давайте поверим магистру Иллирио. Из этого выходит, что родиной драконов не может быть Валерия. Более того, возможно, что драконов как раз и вывели древние, используя за основу виверны Саториоса. При этом, никто не мешал некоторым драконам позже разлететься по миру, ведь драконья Кости находили и на Вестеросе, еще до прихода Эйгона Завоевателя. В определенный момент времени в Стигайе произошла какая-то катастрофа. Возможно, неудачные эксперименты древних, кто знает. На Стигайе пал от тени Рока, и жить там стало нельзя, и его покинули. Но почему же покинули Асшай? Ответ на этот вопрос нам может дать река Пепельная. Пепельная река берет начало в рассветных горах, с грохотом течет на юго-запад по тесным расселинам, впадая в шафрановый пролив. На солнце вода блестит чернотой, а ночью мерцает бледно-зеленым свечением. Вода в Пепельной реке ядовита, поэтому в Асшайе пьют лишь привозную воду. Как сообщается в Амиазмах Хармана, река источает зловоние, настолько опасное, что ни одно животное не выживает в Асшайе. Но всегда ли воды Пепельной были ядовиты? Вряд ли. Оба города были построены на ее берегах именно для получения пресной воды. Возможно, после трагедии Стигайя, сквер на гор для трупа отрывила реку и сделала ее такой, какой мы ее знаем. Возможно, даже что в былые времена река была еще более ядовита и источала смертельные испарения. Как бы то ни было, Асшай, как и Стигай, покинули. И они направились в Валерию. Официальная история нам говорит, что валерийцы были изолированы племенем пастухов, которые пасли своих коз среди исполинских вулканических гор 14 огней. Пастухи-коз и драконьи-владыки звучит совсем неправдоподобно. Судить о валерийцах мы будем по Таргариенам. У валерийцев и ни у кого более имеется совершенно уникальная связь с драконами. Почему? Возможно, что древние ставили эксперименты на людях, смешивая их кровь с драконей. Валерийцы – это действительно уникальный народ. Их внешность весьма специфична, а красота неоспорима. Однако это далеко не все. Известно, что валерийцы имели иммунитет ко многим болезням, таким как оспа, кровавый понос, краснуха, буроножие, червя-кость, сгущение легких и кишечная гниль. Но также среди них были безумцы и немалое количество мертворожденных уродов, с вниманием чешуей и крылышками, прям как у драконов. Налицо явные следы генной нестабильности. Видимо, выведение валерийцев прошло не так удачно, как хотели этого древние. Тем не менее, от древних валерийцы получили ценные знания о магии, архитектуре и науке. Что же стало с древними? Скорее всего, они направились на Саториус. Там, среди джунглей, они воздвигли еще один город – Йин, схожий со Шеем. Судя по тому, что мы знаем о Йине, его постигла судьба не менее страшная, чем Стигай. Именно после второй катастрофы в Йине, древние уже не оправились и исчезли со страниц истории. Или же они направились вглубь Саториуса, кто знает. Валерийцы же не утратили страсти своих создателей к экспериментам по скрещиванию людей. На острове Слезы в городе Гогасас валерийцы ставили ужасные опыты. Гогасас представлял собой каторжную колонию, куда ссылали преступников. Преступники использовались в качестве подопытных самыми зловещими из валерийских колдунов. Среди опытов были и такие, как попытки скрещивания людей со зверьми. Также валерийцы не чурались развивать могучую магию на основе огня и крови. Возможно, именно плоды магических экспериментов вызвали катаклизм, уничтоживший цивилизацию валерийцев. Ну и напоследок, хочется сказать о принцессе Айрея и Балерионе. Они, по предположениям, слетали в разрушенную Валерию. Там дракон был ранен, а принцесса заразилась неизвестными паразитами. Возможно, черви, которые сожрали Айрею изнутри, тоже были выведены валерийцами и сумели выжить после Рока. Напишите в комментариях, что вы думаете по поводу данной теории. Нам всем будет интересно почитать. И не забывайте о больших пальцах вверх, это очень важно. Выражаю огромную благодарность за поддержку канала на Патреоне. Ленару Хуснулину, Тимофей Большеву, Рин Щи, Ивану Печерице, Корноса Настёня, Алексею Потапову, Ярославу Админу, Сарану Ахмеджану, Грихосе, Давиду Зальсману и Анне Рыжевич. Спасибо, что досмотрели до конца. Всем пока.